Мы в таком онлайн-семинаре только разбираем задачи, но набивать руку надо всё-таки при самостоятельном решении. Так что давайте поактивнее подключайтесь к самостоятельному решению задач, потому что без такого опыта усвоение материала, я считаю, далеко не полное. Ну, давайте пройдёмся по тем задачам, которые вы должны были решить, но далеко не все решили. Вот задача 4.18 у нас была. Мы первую часть сделали на прошлом семинаре, то есть нашли полную интенсивность, а вот исследовать поляризацию я попросил дома. И вот всего лишь два человека откликнулись на это решение. Давайте посмотрим, каким образом. Фактически мы же, я говорил, что уже всё решили, то есть необходимо было просто собрать всё вместе, все эти решения. Для определения поляризации, ну, понятно, что нам желательно посмотреть в какой-то более удобной системе координат, и в данном случае нам желательно перейти в сферическую систему координат. То есть и вот в этой сферической системе координат надо нам посмотреть наши поля. Ну, проще всего было, конечно, смотреть магнитное поле. Понятно, что электрическое легко находится по магнитному, но вот для магнитного поля в волновой зоне у нас есть вот такое решение. То есть вторая производная нам важна от дипольного момента. И мы нашли, что дипольный момент вот у нас, естественно, вот таким образом выражается. То есть х-овая и у-овая компонента, но это в декартовых координатах. З-овая компонента равна нулю. И далее вот векторное произведение. Это мы тоже всё вычисляли. Вот мы нашли поле в таком виде. Ну и, соответственно, нет никакого труда найти магнитные поля уже в декартовых координатах, опять же. Но осталось только перейти в сферическую систему координат R, T, T и FI. Ну и, соответственно, перевести магнитное поле в эту сферическую систему координат. Для R-товой компоненты, ну как и предполагалось, эта компонента должна занулиться. Ну понятно, почему она зануляется, потому что у нас всё-таки электромагнитная волна не продольная, а поперечная. Соответственно, если у нас сфер распространяется в направлении вектора R, то вот эта продольная компонента должна зануляться. А T-товая и FI-товые компоненты, они, конечно, могут и не зануляться. То есть, по крайней мере, кто-то из них должен быть не равен нулю, для того чтобы у нас электромагнитное поле нетривиальное было. Ну и вот в волновой зоне у нас действительно есть T-товая и FI-товые компоненты в сферических координатах. И, соответственно, если мы, раз у нас от времени зависит вот таким образом, тогда мы для косинуса и синуса, мы знаем, что они между собой связаны, тогда мы можем через тригенометрическое соотношение, можем их связать, соответственно, T-товую и FI-товую компоненту, и вот тогда они у нас, получается, связаны вот таким образом. Но если такая связь есть, то понятно, что, соответственно, у нас эти, то, соответственно, магнитное поле у нас, получается, имеет электрическую поляризацию. Но она у нас зависит от угла тета, и в некоторых частных случаях, в частности, когда косинус тета у нас обращается в единицу, а это при нуле и при π, там будет минус единица, конечно, но разница для нас не имеет значения, то в этом случае у нас получается круговая поляризация. Но при тета, равном π пополам, у нас, понятно, вот если мы здесь посмотрим на запись через компоненты, то фитовая компонента у нас тогда зануляется. Если фитовая компонента зануляется, то есть у нас имеется только h-тетовая компонента, но, соответственно, в этом случае у нас тогда поляризация будет линейная. То есть в общем случае она, конечно, электрическая, но есть два частных случая, когда круговая и линейная поляризация. И еще одну задачу надо было рассмотреть, но почему-то ее никто вообще не решил. Хотя задача совсем простая. То есть нам необходимо было показать, что при столкновении двух заряженных частиц с одинаковым соотношением Е к М электрическое дипольное излучение у нас будет отсутствовать. Ну, предполагалось, что вы рассматриваете движения вот этих двух заряженных частиц, и они двигаются только под действием электрических сил взаимодействия между собой. Но тогда для того, чтобы найти нам излучение в дипольном приближении, то есть нам необходимо найти вторую производную дипольного момента. Но для этого надо найти сначала сам дипольный момент. Понятно, что дипольный момент по определению это сумма куито на рито, причем понятно, что если у нас эти заряды не имеют в сумме ненулевой заряд, тогда дипольный момент, конечно, у нас будет зависеть от выбора начальной точки, относительно которой мы будем рассматривать вот эту сумму. То есть ри будет разная. И если мы перейдем в какой-то другой точке, то дипольный момент у нас тоже изменится. Но несмотря на то, что дипольный момент изменится, тем не менее производная, ну и тем более вторая производная, она уже не будет зависеть от выбора точки. Так что нам совершенно не важно, как мы выберем вот эту ритою. Самое главное, что с чего-то мы начнем и выберем совершенно с произвольной. Ну, тогда возьмем вторую, когда возьмем вторую производную, то производная от ри, это что? Это не что иное, как ускорение. И это ускорение у нас связано только с силами взаимодействия. Но мы говорили, что силы взаимодействия у нас как раз связаны только электростатикой, электростатически, то есть закон Кулона. Подставляем сюда выражение для ускорения. Это F к M, да? В первом случае и во втором. Но единственное, что направление ускорения у нас зависит в первом случае от разности R1 минус R2, во втором R2 минус R1. Ну и понятно, что по третьему закону Ньютона силы действия равно противодействию, то есть у нас как раз и должно выполняться то, что они должны быть направлены в противоположные стороны. И в итоге, если мы вынесем общие величины, тогда у нас получается действительно Q1 КМ1 минус Q2 КМ2 должно равняться нулю. И если у них соотношения действительно равны, как по условию, то у нас действительно дипольное излучение будет отсутствовать. То есть вот, собственно говоря, и все решение задачи. То есть надо было ее рассмотреть, но, как видите, она достаточно простая. Вопросы здесь какие-то появились? Ну, давайте тогда дальше. Следующая задача. Нам необходимо оценить энергию излучения электрона, пролетающего на большом расстоянии от тяжелого ядра с зарядом ZE. Ну, где Z – это количество протонов, получается, у нас. И, соответственно, если у нас протонов достаточно много, и, соответственно, и нейтронов много, то у нас вот этот тяжелый ион, или там какое-то тяжелое ядро будет достаточно массивное. И по сравнению с электроном будет много больше. Ну, и если у нас большой прицельный параметр ρ, то в первом приближении можно считать, что электрон у нас просто пролетая, не отклоняясь. Ну, если есть какие-то отклонения, то мы от первоначального направления движения, то мы этим можем пренебречь. Ну, и будем считать, что энергия, которая у нас пошла на излучение, много меньше, чем кинетическая энергия нашего электрона. Только вот в этом случае мы можем пренебречь изменениям траектории. Но тогда интенсивность излучения каким образом определяется? Определяется только дипольным излучением, то есть нам необходимо, опять же, найти дипольный момент. Но изменение этого дипольного момента так же, как вот в прошлой задаче, связано только фактически с ускорением этого электрона. То есть А это ускорение электрона. Ну, и мы будем считать, что ядро у нас никуда не сдвигается, то есть расстояние у нас постоянное. Ну, и, соответственно, вот по закону Кулона получается вот такое выражение для интенсивности. ну, это вот в каждый момент времени, когда расстояние между электроном и ядром расстояние будет равно r. Соответственно, для того, чтобы найти полную энергию, нам необходимо проинтегрировать по времени пролета, то есть от минус бесконечности до плюс бесконечности. если мы вот эту формулу запишем, ну, оставим только то, что у нас меняется от времени, то есть от времени меняется только соответственно расстояние между ними, то почему траектория у нас не меняется, да, вопрос. имеется ввиду у нас прямолинейное движение, если влияние от ядра слабое, то есть мы считаем, что если на излучение у нас ушло достаточно мало энергии, то мы будем считать, что практически все движение у нас было прямолинейным, и только незначительная часть энергии у нас ушло на излучение, ну и вот если соответственно у нас ядро никуда не сдвинулось, то из закона сохранения импульса мы можем сказать, что у нас весь импульс как был первоначально направлен в одном направлении, так он и у нас и остается в этом же одном направлении. Понятно, да? ну и если вот у нас движение вот как мы говорим пренебрежем изменением траектории, тогда мы можем просто взять и проинтегрировать. Ну и будем считать, что вот это расстояние это не что иное, как прицельный по теореме Пифагора прицельный параметр ρ ну и наша скорость. То есть скорость у нас тоже практически не меняется, да? То есть почти одна и та же. Будем такую упрощенную задачу решать. Но для удобства мы перейдем вот к такому параметру ξ для того, чтобы уже проще нам решить то есть все размерные величины мы вынесем из-под знака интеграла и тогда у нас ξ останется безразмерная величина. Каким образом нам взять этот интеграл? Понятно, что в таком виде мы уже нечто подобное брали. То есть нам надо перейти к тригенометрии сделаем замену переменам кси равно тангенс альфа и тогда у нас числитель хорошо преобразуется и дифференциал у нас будет единица на косинус квадрат альфа а знаменатель у нас как раз преобразуется таким образом, что косинус получится уже в четвертой степени и в числителе и приводя подобно члену у нас получается косинус квадрат альфа по д альфа и нам надо проинтегрировать в пределах от минус пи пополам до пи пополам это после замены тангенса когда у нас было косинус расписываем чтобы у нас степень понизилась но и далее легко интегрируем после интегрирования и взятия предела у нас тот член который связан с синусом уходит так как на границах интеграла на границах это уже синус при пи пополам и минус пи пополам будет равен нулю тогда у нас получается просто пи пополам но в итоге возьмем значение этого интеграла и подставим нашу предыдущую формулу тогда у нас получается энергия которая ушла на излучение будет вот в таком виде но это опять же в приближение что на излучение у нас ушло много меньше чем кинетическая энергия но кстати можно проверить так оно или не так то есть сравнить с кинетической энергией электрона кинетическая энергия электрона это у нас будет соответственно mv квадрат пополам попробуйте сравнить при условии что у нас параметр rho достаточно большой здесь вопросы какие-нибудь еще появились давайте тогда пойдем дальше перейдем к следующей теме нам теперь надо разобраться с антеннами то есть как излучают антенны что они из себя представляют но в данном случае давайте рассмотрим так называемый полуволновой вибратор почему полуволновой но у нас получается два уса каждый по лямбда по четверти длины волны в итоге как раз у нас получается входит одна полуволна и мы подводим сигнал по центру а два крайних провода они у нас свободные ну и в некотором смысле у нас получается такая емкостная картинка можно сказать что если у нас ток поступает он поступает от центра и расходится в обе стороны равномерно да ну и причем если ток в начале от от центра он может быть достаточно большой то на концах он обязательно должен обратиться в ноль ну потому что дальше у нас ток никуда не уходит да то есть передвижение электронов у нас идут от центра к концам этой антенны и раз так то в начале он может электроны могут пока передвигаться но дальше концов он уже идти не может там только может накапливаться заряд но дальше уже этих токов нет то есть ну и мы считаем что граничное условие такое у нас что токи на концах будут равны нулю то есть у нас движется не полный ток везде одинаковый а вот именно он спадает по от центра к границе ну и для того чтобы говорить о сопротивлении излучения надо определиться что такое сопротивление излучения но просто если говорить о сопротивлении то это отношение мощности к квадрату тока да но в данном случае она как-то у нас от времени зависит в этом смысле нам надо усреднить по времени то есть среднее скажем так за период мощности излучения также к среднему за период протекающему току но если мы определились что такое сопротивление излучения антенны то теперь нам необходимо найти мощность излучения вот этой антенны то есть средний излученной мощности ну ниже как видите среднее квадратичное значение тока но перейдем к определению вычислению мощности рассмотрим раз мы находились в парадигме дипольного излучения то будем рассматривать нашу антенну наши излучатели состоящие как большой набор диполей каждый из которых излучается своей амплитудой и фазой ну и вот каждая часть которая вот у нас находится в этой антенне она когда начинает двигаться электрон фактически это вот мы будем смотреть как будто в этом месте у нас происходит дипольное излучение и дальше посмотрим какую-нибудь плоскость уже на большом расстоянии у нас уже как мы будем ее воспринимать уже как излучение от точной как бы да но а точная значит от каждой конкретной это как будто плоскость у нас возникает то есть такая к одной точке на бесконечности они у нас приходят в виде такой плоской волны и теперь вот в этой точке нам необходимо просуммировать поле от каждого дипольчика учитывая амплитуду ее ну понятно расстояние конечно продимой и учитывая еще и фазу потому что вот скажем вот если мы здесь нарисуем то от каждой точки у нас будут от антенны проходить разное расстояние соответственно будет вот в этом фронте разная фаза от каждой точки ну и если на большом расстоянии посмотрим уже в дипольном волновой зоне то там будет еще и разное расстояние проходиться но это не так важно самое главное что у нас вот в каждой точке антенны токи разные и соответственно амплитуды участвующие от каждой точки тоже будут разные амплитуды дипольного излучения если вот с этим понятно тогда дальше можем пойти так плоскость излучения вопрос плоскость излучения одного электрона которую он излучает пройдя расстояние то есть он у нас электрон проходит по проводу да но он излучает не столько от расстояния которое он проходит да а сколько от ускорения то есть то что мы смотрели да от изменения дипольного момента для этого электрона то есть если мы скажем от центра возьмем будем отсчитывать расстояние до каждого электрона то в какой-то определенный промежуток времени маленький дельта т он у нас переместится только незначительно но он будет у нас перемещаться с определенным ускорением но это ускорение связано как раз именно с производной тока то есть таким образом у нас вот это дипольное излучение у нас будет связано именно с током с изменением тока конечно ну и соответственно вот у нас происходит при таком движении его изменение и излучение уже дипольное излучение оно как раз связано с этим углом тета как мы помним ответил на вопрос понятно так ну давайте дальше дипольный точный излучатель у нас имеется то есть в каждой точке да мы каждой мы ее разбиваем на отрезки dx и в каждом отрезке dx у нас есть вот эти дипольные излучатели и в каждой точке он у нас создает векторный потенциал и векторный потенциал мы как раз можем достаточно легко просуммировать то есть где здесь у нас зависит зависимость фазы понятно вот таким образом сидит но осталось нам все это дело проинтегрировать для того чтобы найти векторный потенциал здесь почти ничего не зависит от x все что от x не зависит мы вынесем за знак интеграла ну а то что у нас внутри вот такая величина останется но осталось только сделать замену и чтобы удобнее было интегрировать распишем значение косинуса то есть косинус запишем через изменимые экспоненты ну и тогда если мы соберем вместе все экспоненты то легко у нас интегрируется так почему у нас векторный потенциал такой да вид векторного потенциала но понятно что у нас давайте поподробнее остановимся то есть векторный потенциал у нас естественно связан только с током а ток у нас как мы говорили зависит от косинуса то есть соответственно вот в центре ток у нас будет максимальный а на концах он у нас будет минимальный соответственно вот у нас как раз здесь и сидит то что ток у нас от икса меняется максимум у нас будет всегда в центре а на краях вот этого полуволнового вибратора он у нас будет нулю ну действительно если мы возьмем лямбда на 4 подставим сюда вместо к то при иксе когда у нас будет лямбда на 4 у нас там будет выражение пипа по ламбду то есть тогда косинус у нас именно знулится ну а вот то что касается ну вот это у нас естественно переменная часть которая у нас смотрится в волновой зоне фаза фаза это вот если мы при определенном угле будем уже суммировать с учетом того что у нас сигнал от каждого участка приходит со своей фазы то есть если соответственно если мы за нулевую фазу возьмем именно тета икс равном нулю то соответственно вот у нас в одну сторону он будет опережать а в другую сторону он будет опаздывать то есть вот если мы вот прочертим вот такое направление то это у нас нулевая фаза здесь у нас идет соответственно опережение а в эту сторону опаздывание ну потому что у нас проходит большее расстояние с этой стороны с этой стороны до этого фронта у нас будет меньшее расстояние соответственно у нас будет опережение на этом фронте для фазы вот таким образом мы вот этот векторный потенциал почему и взяли в таком ну а сам векторный потенциал он же у нас как раз и есть ток разделить на образом и разобрали понятно так но если теперь мы этот интеграл берем то у нас получается две части мы их достаточно легко можем проинтегрировать раз это у нас экспоненты дальше мы его преобразуем вот ну как преобразуем то есть мы взяли верхнее и нижнее значение записали да ну и вот у нас как раз получилось и пополам то самое и теперь нам необходимо вот эти экспоненты более удобно расписать то есть у нас получается вот такое выражение то есть если мы вместе все соберем да и теперь к мы это все вынесли здесь и 2 то есть у нас получилось что то есть вот первую часть мы взяли почему у нас синус получился то есть первая часть здесь а вторая часть здесь ну а для второго выражения наоборот первая часть с этой стороны то есть вот у нас собрали когда вместе у нас получилось синус 1 и синус 2 ну каждый со своим знаменателем понятно что теперь нам необходимо расписать сумму синус от суммы двух аргументов то есть это в первом случае это будет пи пополам минус пи пополам на косинус то то в втором случае плюс но если мы их распишем то получим косинус уже просто от пи пополам на косинус тета дальше мы раз это общем мы его выносим и просто складываем уже два слагаемых но у нас получается вот такое выражение если привести то получается синус тета так а куда у нас к направлен да направление вектора то есть вот мы смотрим излучение да то есть соответственно у нас направлен в ту сторону какую-то и соответственно и к туда направлен да то есть куда где мы смотрим это излучение в том направлении то есть естественно мы его смотрим во все стороны но и у нас сама антенна излучая излучает во все стороны но где-то излучение будет больше а где-то меньше то есть и к направлен как раз в том в том направлении в котором мы смотрим это изучение так вот вот мы получили такое выражение собираем все вместе то есть вот у нас получилось такое выражение для векторного потенциала теперь от векторного потенциала нам надо перейти к электрическим магнитным полям но нам проще всего перейти к магнитным полям взяв ротор от векторного потенциала но надо иметь ввиду что нам надо взять начнем брать ротор то у нас будет как мы раньше уже рассматривали и ближняя зона и далее зона волновая на и нам надо только волновой член взять и можно опять вспомнить задачи на у нас которую мы разбирали 44 46 для волновых зон то есть 44 в общем случае а 46 это уже только волновая зона у нас была и а мы можем вычленить из этих задач что поле у нас определяется только через производную векторного потенциала вот в таком виде то есть здесь фактически зашит и ротор да вот в этом векторном произведении ну и то что у нас не должно появиться никаких r дополнительных потому что у нас и так векторный потенциал зависит как от r обратно пропорционально то есть это уже волновая зона если получится еще один r то это у нас уже будет не волновая какая-то ближняя зона соответственно производная по координатам у нас там нигде не получится ну а производная по времени у нас сидит как раз вот в этой экспоненте ну также у нас сидит и расстояние но если по расстоянию мы будем дифференцировать то там у нас дополнительно появится еще другие параметры которую от которых мы избавились когда раньше смотрели волновую зону ну соответственно после им на дифференцирование у нас появится только омега ну и фактически опять же векторный потенциал будет тот же самый так если мы его запишем вот у нас такое выражение ну обратите внимание что вот у нас вот это переменная составляющая была и омега т да то есть это вот именно переменная составляющая но и мы ее раньше записывали в комплексной форме но для удобства чтобы было меньше вычисления ну можем взять допустим вещественно только части и тогда у нас получится вещественная часть для найденного наш нами магнитного поля по магнитному полю мы теперь уже легко можем найти электрическое поле мы так как это волновая зона значит волна они у нас вот таким образом между собой связаны ну и иксовые и иксовые и вот направление на излучение на ней связано с углом вот этот следующим образом то есть если у нас направлено по иксу то тогда синус это будет равен нулю и таким образом мы можем написать интенсивность излучения уже через h только через h ну так как у нас е выражается через h то есть это у нас записан как раз вектор потенга да и если подставим наше значение то получится вот такое выражение но как мы помним нам надо было взять среднее значение усредненное по периоду и по периоду у нас при усреднении а от косинуса квадрата омега т у нас как раз оттуда выйдет 1 2 ну и все остальное у нас уже запишется вот в таком виде то есть квадрат от угла он таким образом зависит для того чтобы найти полный поток понятно нам надо омега д омега расписать уже через угол тета это 4 пи синус тета д тета и интегрируем по тета уже от нуля до пи у нас получается вот такое выражение и честно признаюсь как взять этот интеграл я не знаю то есть он через элементарные функции не совсем хорошо выражается но благо сейчас есть куча пакетов я взял этот интеграл в программе apple то есть вот у нас получается вот такое выражение но и приближенно это вот 1 22 на где и 0 это у нас как раз амплитудное значение для тока который течет в в антенне то есть вот это у нас выражение для мощности средней мощности нашего излучения осталось нам подставить в форму для излучения средняя мощность то что мы вычислили а мощности средняя мощность средний квадратичный ток это половина квадрата амплитуды и тогда у нас получилось вот такое выражение для сопротивления ну надо иметь ввиду что мы все вычисления проводили в системе сгс соответственно если мы хотим понять как это связано с обычным сопротивлением то нам необходимо перевести это выражение в си если мы переведем это выражение в си то у нас получается примерно 73 ома то есть сопротивление излучения вот у нас получается для полуволнового вибратора то есть ну и понятно что это вот у нас совершенно независимо там больше ни от чего то есть это вот у нас для любого полуволнового вибратора будет вот такое сопротивление так ну какие то вопросы здесь остались так к вопросу еще раз о векторном потенциале вот векторный потенциал мы уже без без относительно дипольного излучения смотреть то есть векторный потенциал мы уже смотрели для тока просто уже для тока то есть мы вначале поговорили что излучение у нас происходит от дипольчиков но непосредственно вычисление векторного потенциала мы производили уже исходя просто из определения векторного потенциала то есть но разлагали его вот на вот такие векторный потенциал на маленькие участки тока то есть у нас dx умножить на и 0 но и 0 с косинус к x потому что у нас же вот этот ток который в каком-то участке x промежутка dx у нас вот такой ток протекал соответственно вот и вот это выражение у нас будет из определения векторного потенциала то есть у нас вот это значение векторного потенциала понятно направление потоку мы смотрим разделить на c это у нас как раз будет векторный потенциал и и а вот это у нас как меняется соответственно наше значение вот на расстоянии р какой-то то есть но на этом мы можем она у нас какой-то определенный момент времени там зафиксировано но мы еще смотрим когда вот волновую да да а дальше уже используем то что в волновой зоне у нас приходит от вектор участка с током со своим со своей фазой то есть вот это у нас фактически просто от определения векторного потенциала связанного с током то есть безотносительно диполя но мы его разбиваем как раз на маленькие участки этих токов и уже и суммирую то есть здесь не диполе сидят а именно токи то есть мы векторный потенциал таким образом через токи но токи которые в маленьких длины dx частях антенны находятся понятно так ну вот если понятно тогда с этой задачей тоже мы разобрались еще вопрос есть нет нету так ну хорошо тогда давайте к последней задачи перейдем вот то представление об антенне которую мы только что разобрали то есть как на физическом уровне это все происходит то есть у нас ток по антенне идет от центра к концам на концах у нас граничные условия что токи будут отсутствовать и максимум тока у нас будет только в центре вот исходя вот из этого представления нам необходимо построить полярную диаграмму направленности для излучения диполя плоскости проходящей через вось диполя это вернуться к диполю надо а затем нарисовать качественный вид полярной диаграммы направленности для антенны состоящей из двух полу волновых вибраторов то есть от центра теперь в первом случае когда в случае б первый вариант мы смотрим это одна один уз у нас будет на длины лямбда пополам половину длины волной так сейчас подождите полярная диаграмма направленности для антенны из двух полу волновых да да то есть вот у нас два полу волновых вибратора есть и они то есть каждой длины а и лямбда пополам и вот если вот эти два полу волновых вибратора то есть то что мы рассмотрели фактически вот этот полу волновых один полу волновой вибратор а вот теперь этих полу волновых вибратора у нас два и и они у нас таким образом что отстают друг от друга по фазе в первом случае они просто совпадают по фазе во втором случае они колеблются в противофазе во втором случае и в третьем случае это соответственно у нас уже не полу волновой а волновой вибратор да а нет 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 так то есть они у нас ну понятно два полу волновых вибратора но между ними расстояние уже длина равно длине волны то есть вот тут у нас расстояние пол волны пол длины волны и во втором случае пол длины волны а во втором в третьем случае это уже расстояние между ними длина волны и эти два полу волновых вибратора у нас в противофазе но в четвертом случае они ближе то есть четверть волны но сдвинуты по фазе на и пополам и нам необходимо просуммировать вот эти сигналы которые были получены вот в этой первой задачи которую мы рассмотрели с учетом вот этих фаз которые возникают у нас разности фаз и попробовать качественно хотя бы посмотреть как у нас будет выглядеть вот эта диаграмма направленности вот эту задачу давайте попробуйте до субботы рассмотреть для того чтобы наше обсуждение все таки было более продуктивное потому что когда вы сами посмотрите порешаете и столкнетесь с какими-то непонятными вопросами тогда уже и не будет более продуктивно обсуждение так что на сегодня все сейчас я на вопросы какие у нас возникли отмечу кто хочет покинуть может покинуть но единственное что необходимо оставить сообщение потому что присутствует на семинаре так к вопросу начальник упадания что изменяется с чистотой так чистота у нас была какая-то умига то есть мы смотрели что у нас чистота ну понятно и она у нас связана и с длинной волны так еще какие вопросы можно спросить а получается сколько заданий из последнего там чтобы на пятерку можно не сдавать ну надо как минимум 60 процентов что было здорово сдано но если у нас восемь там задач то получается ну по крайней мере пять надо что было здорово так еще какие вопросы июля я еще пока не посмотрел но сегодня завтра обязательно посмотри вопрос вот вот decided что